Попугай Карада Попугай Карада Попугай Карада Клюв Когда подрезаете клюв, старайтесь подрезать от основания роста клюва и немного наискосок. То есть поперек стричь не нужно. Есть вероятность, что вы расщепите клюв и будет трещина. То есть нужно подрезать немножко наискосок. С правой стороны, так же и с левой стороны. И немножко с этого края. Остальное можно доточить обычной пилочкой. Проверять длину клюва можно по тому, как заходит верхняя надклювья. В нижняя подклювья. Если заходит, то длина нормальная. Подтачивание пилочкой тоже осуществляется от роста волокон. То есть от основания наружу. Все, кровик у нас нормальный. Сейчас займемся когаточками. Подравняем немножко наши когаточки. Когти в принципе обрабатываются таким же подобным образом. Подрезаются, а потом по росту волокон подравниваем, подтачиваем их. Очень важно, чтобы когти не росли. Нужно следить за диаметром желточки. Если диаметр желточки нормальный, то когти впиваются в нее, не обхватывают, свисая. Тогда когти растут медленнее. Не так часто придется их подрезать. Потому что длинные кривые когти впоследствии приведут к травмированию суставов и выворачиванию сухожилий и пальцев. Поэтому своевременно нужно подрезать когти и клюв. Чтобы птица могла нормально жить, передвигаться, не зацепляться за клетку и хорошо питаться. Что такое? Все в порядке. На случай, если вдруг вы случайно отрежете больше, всегда имейте под рукой обычную сухую марганцовку. Ей хорошо прижигать открытые небольшие кровотечения. Прямо сухой кристалли прикладывайте, и он прижигает, и кровь останавливается. Так, корада, отпусти меня. И все. Так, отпускай, отпускай. Вот и все. Вот он наш стал. Вот наш стал замечательный клювик. Да, вот так. И коготочки. Мы подровняли, подрезали. Берегите и любите своих пернатых питомцев, и они ответят вам взаимностью. С вами был доктор Чугуевский. На вызове у попугая. Корада. Как вызвать, вы увидите в конце по ссылочкам. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok